Не театральная общественность, если попросить назвать какую-то большую звезду местного театра, наверное, никаких имен и не вспомнит. Последний, кто по-настоящему звездил, это был Митя Егоров, который уехал из Барнаула после большой театральной революции в молодежном театре. Но мы хорошенечко повспоминали, да даже не хорошенечко, а на самом деле люди интересные, творческие и, можно сказать, звездные в городе есть. И один из них сегодня пришел ко мне на программу. У меня в гостях ведущий актер молодежного театра, режиссер собственного крепостного театра Александр Савин и я, Маруся Загорская, это честное слово. Тщеславная профессия. Я пошел, потому что не было денег на механиков поступить. Может быть, это отмаза. То есть, как бы, вроде как, это клево, это так нужно, просто нужны деньги были, естественно. В 2009 году у меня была зарплата 7 тысяч, за квартиру я платил 8. Любовь или ненависть, она на сцене проявляется диким образом, и это всегда, это всегда гармония. Если ты неадохватен, тогда ты пускаешься. Вот она, любовь, романтика, поцелуй, страсть, секс, наркотики, рок-н-ролл. И что делать, если ты женат? Вы не заслуживаете то, что вы имеете. Но как один человек в моноспектакле может сыграть и Ромео, и Джульетта? Уже переписано три сценария. Спасибо. Вот приятно, когда пришел человек профессиональный. Он может сейчас и начать интервью, в принципе. Александр, здравствуйте. Добрый день. Есть расхожее мнение, что у нас как таковой большой культуры, которую можно обсуждать, которую интересно обсуждать, ее нет. Вы как человек, который внутри. Вы внутри чего-то большого и масштабного, или вам приходится выживать внутри какого-то мыльного пузыря? Она никогда не была ровной какой-то, неинтересной, потому что внутри театров, по крайней мере, жизнь кипит. Что сейчас происходит с куклами, по-моему, это вообще огонь. Они развиваются, и может что-то получиться очень толковое. И для вечернего репертуара, и для детского. Если говорить про наш, про молодежный театр, где я работаю, на протяжении пяти лет мы сильно развиваемся. И постановки, которые сейчас идут, они с каждым годом все лучше и лучше, профессиональнее и профессиональнее. Зовут хороших режиссеров, хороших художников, артисты. Труппа сейчас, наконец-то, мало кто уходит, и костяк остается. Это главная, наверное, проблема. Когда артисты уходят, сразу возникают проблемы, вводы и так далее, и так далее. Но сейчас, что происходит в театрах, по моему мнению, многие со мной не согласятся, но все хорошо. Почему люди уезжают, и почему вы не уезжаете? Уезжают, потому что нереализованы. Есть разные потоки, допустим, вот мой курс золотухинский, который разъехался. Да, как раз просто ваши ребята, особенно из молодежного, когда был этот скандал с уходом директора, не будем сейчас это все поднимать, но тогда люди, которых называли бриллиантами молодежного, рассыпались. Кто-то написал, что вы в команде были крутые, вы были звезды и так далее, и так далее. Ну, там не помню точно, дословно. А рассыпавшись, вы потеряли какую-то, ну, драгоценность, что ли, если говорить про бриллианты. Наверное, на самом деле так, потому что все разъехались по разным городам. И, ну, кто-то звездит, кто-то не так звездит, кто-то на ролях, кто-то меньше, кто-то больше. Почему вы решили все-таки остаться, да? Мне хорошо здесь, правда. Не потому, что я боюсь каких-то перемен, наоборот, я очень легко к этому отношусь. Когда пришел новый директор, я доверился ей абсолютно. Ну, мне показалось, что будущее случится. Я только убеждаюсь в своих мыслях. И те, кто уехал, я вижу, ну, естественно, каким-то образом следим друг за другом втихаря. И я вижу то, что, ну, немного они выиграли, уйдя. Если бы они остались здесь, получилась бы бомба, на самом деле. Просто нужен был художественный руководитель для нас, который нас бы повел дальше, вот в этой революции. А не будем называть имен, люди, наоборот, скандал подняли еще больше. И в итоге мы разругались и расстались. И в этом большая беда, на самом деле. А вы втихаря, потому что не поддерживаете, да, отношения в открытую? Да. Лично я. Я не говорю про всех, да. У меня там была такая сложная штука, и мы плохо расстались. Ну, вот я почему спрашиваю именно о переезде? Потому что для многих актеров переезд в столицу – это прежде всего возможность попробовать себя не только в театре, но и в кино. Да какая там возможность? Я вас умоляю. Ну, в кино попробовать себя. Ну, разве не охота была? Ну, это же, мне кажется, это же какая-то магия. Это же волшебство. Я попробовал, пока тут и папоротик приезжали, я снимался там. Ну, ну, лады. И че? Ну, там у меня, естественно, была роль как бы не звездная. Там какая-то там сплавщики просто там, ну, текст был какой-то. Ну, это все не туда, не про то. Опять же, вопрос тщеславия. Зачем? Люди едут в кино, чтобы получить свою, как бы, звездность. Я свою звездность, как бы, даже в рамках Барнула получил, мне этого достаточно. Я хочу, естественно, да, я хочу это попробовать. Но лишаться того, что у тебя есть, любимый театр, любимый второй театр. Ну, в общем говоря, я занимаюсь любимой профессией, и рисковать ей во имя чего-то такого неизвестного и далекого, ну, я не хочу. Вырос, возмужал, и потом умер, и в этом же театре с тобой простились. Вы как-то уже думаете о том, что молодежность с вами до конца этой вообще жизни? Или у вас есть какие-то планы, ну, в том числе, может быть, куда-то мигрировать, что-то новое попробовать? Ну, для меня это, ну, дом, не знаю, для меня это очень такая трепетная вещь. Молодежный театр, ну, за него я, как бы, ну, всегда скажу свое слово. Он очень крутой и будет крутым, естественно. Ну, пока, ну, может, конечно, развалиться в силу разных причин смены власти и, опять же, еще каких-то вещей. Но то, что там, то, что создано, то, что со мной создано, то, что мной создано, то, что, как бы, до меня создано, там все очень круто. И мне это очень нравится. Как дальше будущее пойдет, ну, неизвестно. Потому, ну, сегодня, сегодня я хочу работать там, да, потому что, потому что, потому что. А завтра у меня возникнет там слом какой-то там психологический, и я решу, что нет, все, надоело. Если смотреть на те постановки, которые сейчас ставят в Москве, ну, это очень передовые и, возможно, непонятные, да, для такого обычного зрителя вещи. У нас я пока этого не видела. Есть какие-то подвижки в сторону, ну, что-то новое показать? Современного театра. Вандербой, который поставил Соколов. Бойцовский клуб тот же. Это, ну, вот эти два, два спектакля, которые, ну, максимально современные. И, допустим, Вандербой, очень крутой спектакль. Мы съездили с ним в Москву уже на фестиваль. И там мы показались, и людям понравилось, и здесь людям очень нравится. Сколько уже, уже много спектаклей сыграно, и зритель остался доволен. У нас даже был фан-клуб ВКонтакте, группу кто-то создал из молодежи, которые делали мемчики, там, какие-то небольшие по поводу спектаклей и так далее, и так далее. Бойцовский клуб, мы съездили с ним в Ярославль осенью. Тоже получили свою дозу благодарного зрителя. Ну, в общем, если говорить про современный театр, про новый театр, не знаю, что ли, он есть. Просто, может быть, он не столько афиширован. Последние спектакли в Барнауле, которые меня очень сильно удивляли, радовали, и вообще какие-то большие эмоции у меня вызывали, это были спектакли «Золотаря». После этого как-то мне все было грустнее и грустнее. Планка высокая слишком. Нет, это на любителя просто-напросто, это вкусовые вещи, по-моему. У «Золотаря» это очень масштабные проекты, это очень крутые. После этого, если говорить про «После Золотаря», что было, Митя Егоров ставил спектакли довольно-таки тоже масштабные и крутые. Та же «Прощание славянки», ну, звездный спектакль в молодежном театре, на уровне стоит. Но вкус это такая штука, его нужно воспитывать. За детей возьмется кукольный, да, вот, а вы как раз должны отвечать за молодежь, за подростков. Вы как-то изучаете, вы уже как режиссер как-то изучаете, что сейчас интересно, что сейчас может откликнуться вот этим людям, такого подростка? Я сейчас очень много общаюсь, ну, не сейчас, уже давно общаюсь, в принципе, стараюсь общаться с какими-то, ну, с молодежью, если говорить, да, от 14 лет. Мне они дико нравятся своим ритмом, сейчас я начинаю размышлять, как взрослый какой-то дядька, ну, наверное, уже взрослый дядька. Нельзя сказать, вот, тогда воспитывали, сейчас не воспитывали, все равно процесс идет всегда. У нас идет периодически встреча со зрителем. Допустим, сейчас вот мы с Шукшиной играли «Охота жить», вот, буквально месяц назад, в декабре, и после спектакля была встреча со зрителями. То есть, приехали два класса, что ли, с какой-то деревней, и после этого мы с ними час, наверное, сидели и разговаривали. Процесс идет, и он организован. Может быть, не настолько широко, как я лично бы хотел, да. Я за эту организацию, но нужно найти менеджера человека, который бы, на самом деле, эту политику бы вел. И в этом проблема. Вообще, в принципе, проблема в Барнауле по поводу менеджеров каких-то театральных. Я сомневаюсь, что в Москве, на самом деле, все это так настолько отточено. Когда ты ходишь в театр, такое ощущение, что как будто бы у постановки нет никакого второго слоя, как будто бы высказывания не было. Какие сейчас, ну, скажем так, в тренде задачи для театра? Театр не может воспитать человека. Ну, этим занимаются школы, этим занимаются родители и семья. Театр вносит свою лепту, естественно. Ну, а кто его человек? Естественно, театр, как общественный вид деятельности, он должен тянуть доброе, светлое и так далее, и так далее. Но это же все очень лично. То есть, если на том же Вандербой мы говорим про мальчика с дефектами, физическими дефектами какими-то, да, мы говорим про это, мы говорим то, что у него в душе. Как поменялись его одноклассники за процесс обучения, то есть, как они к нему открылись. И зрители это видят. Воспитание проходит для подростков, для тех же, которые приходят на спектакль. Мы им доносим, что спектакль с уродством внешним может быть внутри очень богатым и интересным, ну, и так далее, и так далее. Что вам важно высказать? Вы же все-таки пошли в актерство не для того, чтобы там прыгать в маске и красиво изображать там что-то, кого-то. Это же все-таки, все равно же какая-то сверхцель была. Именно. Все, кто идет в актерские, они тщеславная профессия. И в первую очередь люди, которые идут туда, ну, я не про себя говорю, я про всех. У меня история вообще как бы такая авантюристическая. Я пошел, потому что не было денег на механико поступить. Все. Слушайте, это первый человек, который пошел на актерское, чтобы не учиться на механико. Обычно, обычно все наоборот. Говорят, что типа, сыночек, нет денег, отправь тебя в Москву, давай ты побудешь механиком. Я поступил на бесплатное, вот все просто. И, ну, естественно, до этого я в Кружок ходил театрально, какие-то вещи такие были. Слушайте, это потрясающе, потрясающе. И почему вы остались? Понравилось. Все просто. Но понравилось именно не тщеславие, не как то, что это звездная профессия, то, что на меня будут смотреть там народ. В студенчестве же это ты практически не получаешь. Ты работаешь там с утра до ночи и по ночам получаешь какую-то базу информационную, эмоциональную и так далее, и так далее. И от этого либо тебя прет, либо не прет. Все, меня поперло, и я пошел дальше. Но вам же еще повезло, то, что вы попали в набор к Золотухину. А я не сразу к нему попал. А как вы попали? Я попал, я сначала в колледже культуры учился, и там процесс был довольно-таки камерный. Ну, то есть мы не общественные. Когда я пришел на курс, я переводом попал на курс в Золотухинске, и мы сразу, получается, были при театре. Естественно, ты когда выходишь на сцену, видишь, что эти 500 человек в зрительном зале, и тебя начинает играть самолюбие. Вот он, приехали родители на первый спектакль, вот ваш сын работает вот в таком вот... Ну, длинное... Но, по сути, профессия тщеславная. И говорить о том, что артист, человек, ребенок, который поступает, он не думает о том, какой он будет свет нести со сцены. Ну, не думает. А что вам больше всего запомнилось из работы с Золотухиным как с преподавателем? Потому что я же понимаю, что... Ну, он не сидел с вами, как остальные преподы, но, как говорят, влияние имел. Вот в чем заключалось это влияние? Рассказывай историями, что было на Таганке, как они работали. Вот в этом было главное воспитание, наверное. И самое главное – отношение к театру. Когда идет процесс рабочий, он говорит про культуру... Не говорил даже больше, а как он себя вел... Культура поведения на репетициях, она давала сразу какое-то такое... Ну, понимание, вот человеку так относится. Наверное, как бы это такой более... Не эталон, а... Ну, один из факторов таких, вот как надо. Вот, наверное, так. И вот, наверное, вот это самое важное было. После смерти Золотухина вас называли наследником в театре Золотухина. Меня? Да, и наследником вы стали благодаря часам, которые он вам подарил. Что это была за история с часами? Часы. Я сыграл Бумбараша. Ну, его звездную роль. Вот, собственно, и все. Был бы другой артист, получил бы часы он. То, что мне это выпало. Ну, свою звезду я словил, естественно. Звездная болезнь. У меня там какой-то период была. Вовремя обломали ее, конечно, когда нужно было. Друзья. Ну, сейчас как раз про звездную болезнь поговорим через один вопрос. Я давно хотела уже спросить еще как раз про Бумбараша. Насколько это страшно и сложно сыграть героя, который был, ну, очень круто сыгран талантливым человеком? Я фильм не смотрел до спектакля. А, понятно. Вообще. Ну, то есть, целенаправленно. Потом, ну, не за 15 лет, вот, я сыграю когда-нибудь Бумбараша, я не буду смотреть фильм. Ну, просто у меня, как бы, ну, не случилось, я фильм этот не увидел. А когда спектакль начали репетировать, я, ну, это чисто мои, как бы, внутренние процессы, я не смотрю. Фильм, спектакль, который ставится. Потому что, ну, это сразу в сторону сведет. Ну, спектакль ставился, потом посмотрел и понял, что это две разные работы и, ну, все в порядке. По поводу звездной болезни, вот, мне всегда интересно, я тоже слышала, вот, в беседе, там, с некоторыми любителями театра о том, что, вот, я слышала у того-то актера, но речь была не о вас, у него звездная болезнь. И все думала, господи, мы живем в Барнауле. Откуда у человека в Барнауле, в котором 500 мест в театре, из них 300 заполняется, откуда может быть звездная болезнь? Откуда вообще это появляется? Ну, как, даже, не знаю, если упрощать это, вот эти вещи, там, не знаю, ты готовишь пирог, жаришь пирожки. Если они получаются круто, и пять человек пришли и съели, вау, какие классные пирожки, естественно, у нас идет, ну, какое-то поощрение самого себя. И самолюбие возрастает в любом случае. Тут три человека, 15 тысяч человек, не влияет роль, по-моему. Поэтому звездность, она, если говорить про артиста, она необходима. Это мое личное мнение. Потому что тогда ты получаешь звездность, ее прибьют вовремя. У меня три периода таких было за мою жизнь. За сколько там. Они необходимы, она необходима, потому что тогда ты начинаешь себя ценить, что ли. Потому что случается. Значит, людям что-то нравится, значит, ты что-то делаешь хорошо. Тут другой вариант. Потом, как ты этот процесс обдумаешь, на что ты выйдешь. Вот это важно. Если ты потом в звездную болезнь уйдешь, и потом обязательно возникнет переживание того, что все, я сыграл, а теперь больше ничего не сделаю. Очень многие уезжают из провинциальных театров не потому, что им нечего играть. Бывают и классные, крутые режиссеры приезжают, и их приглашают. Но говорят, что провинциальные театры – это очень нищие театры. И они заплатить актеру денег, достойных актера, не всегда могут. По поводу зарплаты, про наш театр, если говорить, про молодежный, у нас все очень развивается. Если я пришел в театр в 2009 году, у меня была зарплата 7 тысяч, за квартиру я платил 8. Чай, серьезно, 7 тысяч, такие зарплаты бывают? Ну, может быть, там, нет, у вас там какие-то, может быть, там были дополнительные гонорары? Нет, нет, это то, что когда мы пришли, естественно, доплаты были. Старшие артисты получали еще меньше. Мы, как молодые, нам доплачивали, похоже. Но аниматоров я поработал довольно-таки долго, лет 5. Есть такой театр, фрик-театр «Хэппи-энд», и там очень много мы поработали. Костя Семенов там закупал костюмы. И для меня это громадную школу, наверное. Педагог со мной не согласен в этом, он аниматорства, в принципе, категорически нет. Но для меня это было раскрепощение, раз, общение с людьми впрямую, два. Вот ты там, не знаю, вживаешься в образ зайчика, допустим, да? И ты должен общаться с залом, с публикой, которая вот перед тобой в юморе, в серьезе, или не важно. Но ты все равно постигаешь школу какую-то определенную. И для меня вот этот труд, он очень клевый и очень важный. Мне повезло, потому что я в театре востребован. Я много сыграл хороших ролей и до сих пор играю. И вот этот аниматорский труд, он меня не коробил никаким образом. Потому что, естественно, нужны были деньги. Может быть, это отмаза. То есть, вроде как, это клево, это так нужно. Просто нужны деньги были, естественно. Допустим, была такая Света Сатаева у нас в Барнауле. Мы с ней сделали несколько проектов, очень интересных, которые, ну, кто-то кому-то нравились, кому-то не нравились. Но они были альтернативой театру. И у меня сработал, как бы, процесс вот этого синтеза клуб ночной деятельности и театров. И там я состыковал эту штуку. Мы с ребятами вот четыре года назад создали перформанс по Булгакову «Мастера Маргарита» в «Беспокойный день». Очень крутая штука получилась. На самом деле, очень крутая. Ты не должен, вот, театр и театр, все, вот, великое, высокое и так далее, и так далее. Это все, ну, мне это неинтересно. Все. С дворником ты получишь много информации. Общаясь с дворником, там, не знаю, с кем-то там, с монтировщиком, с бухгалтером, еще с кем-то. Ты получишь больше вдохновения, больше какой-то информации, нежели ты будешь работать вот над своей профессией, над актерской, долбить, долбить, долбить. Это, ну, заешь сам себя. У нас принято, что человек, там, актер или там еще кто-то, он должен быть какой-то стандартизированный. Вот сейчас два есть актера, которые снимаются во всех фильмах российских. Это Саша Петров. И второй, это Никит, ой, господи, Козловский, как его там зовут? Данила. Данила. А вот если ты смотришь западных актеров, там, мне кажется, они какие-то более неформатные все. Вон, камбербетч, да, там, как он сам про себя говорит, у меня лицо одновременно. У меня лицо, у меня лицо, это смесь выдры и кого-то там еще, я не помню. В этом смысле я поругался в... Сейчас не записываю, ничего? Не-не-не. Ну, и дай мне разницу, на самом деле. Ну, нормальная информация. Я, ну, такой у меня разговор был сложный с администрацией, с моей. Я летом сказал, что, ну, все, мне надоело. Ну, я не хочу. У меня, как бы, было эмоционально очень сильно такое, как бы, сложное состояние. Я хочу уходить, потому что мне надоело. Я играю главные роли, а есть у нас многие артисты в тропе, которые сидят. И которые вполне, там, не знаю, та же кысь наша. Зачем мне давать нужно было этот спектакль? Если есть люди, которые, там, не принципиально героическая тебе внешность, там, такая какая-то смешная еще какая-то. Бери, вот, пожалуйста, вот она вся труппа. Понятно, мне, меня брать легче, потому что все равно опыта поболее, чем у каких-то артистов. И какие-то вещи я вывезу, адекватно говоря. Не то, что я не себя не возвышаю, а то, что адекватно говоря, какие-то вещи я подниму лучше. Ну, понятно, когда ты становишься хедлайнером, просто иногда тебя ставят на всякий случай, даже там, где мог бы справиться просто грузчик. Конечно, ну, реально. И я в летом сказал, и слава богу, меня услышали. И сейчас, как бы, меня ставят, как бы, окей, ставят немножко так, на отдаль. Не знаю, что сейчас будет с Гамлетом. Очень не хочу, честно. Вот, как бы, не говорили, то, что вот Гамлет, вот, самое главное, там, роль для артиста и так далее. Вот, прям, не хочу сильно. Потому что, ну, все. Это такой ярлык прям сразу. Вот он, герой в театре. Трэш. Вот, кстати, по поводу того, что вы говорите, я довольно востребован, у меня много ролей. Вообще считается, что театральная и вообще такая творческая тусовка, это тусовка очень завистливая, как раз очень тщеславные люди. Вы когда-то сталкивались с каким-то открытым, там, неприятием того, что вы делаете? Или с тем, чтобы люди считали, что вы не заслуживаете то, что вы имеете? Конечно, сталкивался, но я это игнорирую. Ну, абсолютно. А как можно, например, работать с человеком постоянно в коллективе, который считает, что вы... Абстрагироваться. Абстрагироваться, потому что, ну, по-другому не получится. А, и как это на работе как-то влияет? Ну, то есть, вот, вы должны абстрагироваться, но при этом у этого человека, например, в спектакле, там, целовать или, там, подавать ему кружку? В театре со сменой властью, со всей этой вот историей, у нас был спектакль «Бременские музыканты». И там тема дружбы, вот мы друзья такие, и в этот же момент случается этот скандал. И стоит спектакль. И все, для всех я понимаю, и с другой стороны, ребят, и с моей стороны, естественно, как мы этот будем спектакль играть. Как отношения в плане того, что детские, недетские, неважно. Мы играем, и мы друзья, мы за друг друга, там, мы там порвем и так далее, и так далее. И спектакль через неделю стоит, и все косятся на это дело. И благо в этом случае, ну, наверное, это директорская какая-то позиция была. Она отменила спектакль. Потому что эти вещи личные, они, от них никуда не уйти. Два человека, когда общаются, у них всегда возникнет непонимание, дружба, злость, ненависть. Ну, это без этого невозможно. И какой бы ты профессионал ни был, как бы ты там не болел профессией, все равно это не убрать, естественно. Но наступает момент, когда ты выходишь на сцену, сговора какого-то. Ты за кулисы должен с этим человеком решить, как ты к нему относишься на самом деле. Либо ты выговариваешь ему все, либо ты говоришь, сейчас мы играем в спектакль, это все в сторону. Но это не работает, естественно. И здесь самая главная, важная вещь, наверное, на спектакле, в процессе, это же химия. Когда два артиста между собой общаются, возникает какая-то, ну, не просто бытовой разговор. Что-то, ну, какая-то энергия летает. Не будем убраться. И странная штука, когда два человека, они безразличны в быту друг к другу, возникает намного мощнее энергия, намного, неважно, любовь или ненависть. Она на сцене проявляется диким образом. И это всегда, это всегда гармония. Есть обратный из этого эффект, когда ты наоборот играешь, и у тебя вот из этого, из придуманных таких чувств раз, и происходит что-то настоящее. Конечно. Тут момент важный. И что делать, если ты женат? Ну, тут понимание должно быть адекват. Если ты неадекватен, ну, как многие артисты, если ты неадекватен, тогда ты пускаешься. Вот она, любовь, романтика, поцелуй, страсть, секс, наркотики, рок-н-ролл. Но, если ты просто безбашенно думаешь, но, если подумать об этом адекватно, все равно, это страсть. Страсть, она, естественно, проходит. И если ты голову не включаешь, все, кранты всему. То есть можно на каждый спектакль влюбляться, да, по-новому? Да. Я за себя говорю. Как жена на это реагирует? Говорит, приходит на каждый спектакль и проверяет. У меня хорошая жена. Она, как бы, абстрагируется от этих всех историй. Ну, и я адекватный. У вас есть какой-то единорог, вот роль, прям, которую, вы понимаете, вот я бы очень хотел бы вот это сыграть? В смысле, хотел бы, не сыграл, а хотел бы? Да, да, хотел бы, хотел бы. Вот пока это очень... У меня уже полтора года зреет идея по поводу спектакля «Армео Джульетты». То есть это не классический спектакль, в смысле, на большой сцене сыграть эту роль. А я готовлю материал, который хочу сыграть как моноспектакль в музыкальном направлении. Не буду рассказывать, как я это вижу, но... Хотя бы приоткрутить тайну, как один человек в моноспектакле может сыграть и «Армео», и «Армео», и «Армео». Уже переписано три сценария по этому поводу. Есть что-то такое новое, что вас зацепило, и что вы подумали... Современное? Да, я бы хотела или сыграть бы вот... Ну вот, муж Собчак, например, по Сорокину поставил норму. Ругают, конечно, но, тем не менее, как бы всегда перерабатывать новый материал – это, наверное, необычно и любопытно. Года три назад мне очень нравился «Прилепин». Я перечитал несколько книг, и даже у меня была идея поставить один материал. Но он слетел, там не получилось организовать, и как бы я эту историю забыл. По поводу еще другой современки, Ворыпаев для меня – это эталон какой-то такой, ну, современной истории. Он приезжал к нам в театр, у нас была встреча такая большая, он был открытый показ «Танец Дели». И мы с ним, после этого мы с ним встречались, ну, у него там мотив был один – он искал артиста на новый проект. А, понятно. Вот и все. Он кастинг-изамочный. Ну, как бы такой кастинг, не открытый, как бы он просто нами общался немножко, там что-то поговорил. Но для меня это такой очень, очень крутой чувак, который, ну, в котором, в котором много всего. Вот еще не сказал, Цыпкин. Цыпкин, Цыпкин крутой. У меня сейчас даже есть идея попробовать его сделать кое-что. Ну, сейчас я пока, пока так, ну, у меня позавчера вот буквально премьера прошла, я сейчас хочу к Цыпкину прикоснуться. Что-то я сегодня забыл уже про это. Вообще не принципиально для меня. Не принципиально, что ты делаешь, что ты берешь, какой ты материал ставишь на сцену. Если ты находишь в этом какую-то интересную тему, какое-то интересное высказывание, это должно существовать. И это имеет право на выход. По поводу вашего крепостного театра. Это же любительский, любительский. В основном? Да. Вот как управлять этими людьми? Потому что, ну, все-таки мы же понимаем, что актерство, это же не только там эмоции, какие-то там мысли, это техники. Мы же понимаем, что актерство, это, ну, там, определенный набор навыков. Вот люди, у которых этих навыков нет. У меня здесь своя позиция есть. Мне не важно, профессионал передо мной на сцене или не профессионал. Для меня важно, если человек о чем-то говорит важным со сцены, если он говорит на самом деле от себя, это работает всегда. Ну, для меня, опять же. Мне не важно, обладает ли он какой-то профессиональной там речью, обладает ли он вокалом профессиональным, там, пластикой и так далее. Если в меня попадает, то это театр. Если не попадает, то это ерунда. Все. Слушайте, ну, я же понимаю, что это коммерческая история, да, в том числе, это и возможность зарабатывать. Ну, конечно, да. У вас было такое, что вам говорили? Давай еще пятеру, и я играю. Нет, абсолютно, я на это на корню зарезаю. У меня в труппе, в коллективе, у меня позиция самая главная. Все должно быть по дружбе, гармонично и без скандалов. Естественно, скандалы возникают. Ну, без этого, наверное, человек не может. Больше и больше народу приходит. Первый костяк был, там все было гармонично, ну, гипергармонично. Потому что мы все собрались вдруг, там, встали, сделали первый спектакль, все отлично, сделали второй спектакль, все шикарно. Дальше приходят два-три человека левых, то есть, как бы, некоторые не изначально. И тут возникает такой, ну, я плачу деньги, я, как бы, хочу, там, что-то получить. А тут вижу какую-то такую семейную обстановку, вроде бы как, и сначала люди подозрительно к этому, как бы, относятся. Типа они не вписываются за свои деньги, да? Да, да, изначально. Но я, ну, делаю все для этого, чтобы человек был именно там, ну, ему было комфортно там. И тогда, когда комфортно друг с другом, тогда не возникает вопросов по поводу, почему он играет главную роль. И, ну, еще помимо всего этих вещей, всех этих вещей, я делаю так, чтобы у каждого артиста был, он мог себя проявить в любом случае. Главная роль, второстепенная, там, третьего плана, он все равно должен себя как-то проявить. Он должен понимать, что без него этот спектакль, ну, не случится. Очень много актеров, это или чей-то сын, или чей-то внук, особенно, вот. Я знаю, что Кира, ваша дочь, очень энергичная, харизматичная девушка, девочка. И что она, она может стать центром внимания везде, даже в туалете ресторана. Мне рассказали, что она каким-то удивительным образом умудряется там заворожить мужчин, которые начинают мыть ей руки. Это когда? Да, 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 бывает, есть такая информация. Так вот, вот глядя на то, что у человека есть данные для вашей профессии, вы будете ее как-то способствовать тому, чтобы она тоже пошла в эту профессию? Я не буду на это давить. Я знакомлю ее с миром, в котором я живу, знакомлю ее, естественно, хочется заниматься с ней музыкой. Но пока мы не давим на это, ну, не знаю, в силу, ну, пока акцент мы не делаем. В силу театральной какой-то деятельности, в садике, у них там есть студия, сейчас открылась. И она там что-то пробует, я в это не лезу. Ну, пускай пробует, потому что анализируя себя, у меня мнение по поводу будущего, по поводу, кем я хочу стать, сложилось, ну, в сознательном возрасте, это 20 лет, наверное. До этого я фанат того, что ребенок должен пробовать все-все-все-все. У меня был футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол. Макраме, разведение хомяков. Зайцев. Зайцев, лыжи, на моделирование я ходил, ну, масса всяких вещей, которые были в деревне. И это сложилось в общую структуру того, какой я есть. И это самый главный фактор, вообще, наверное, воспитания детей. Ребенок должен все попробовать.